Мы в Гефсиманском саду. Наверное, одно из самых важных мест в христианской традиции и одно из самых загадочных. Гефсиман в переводе с иврита – масло давильное. Но вполне логично, что там, где растут маслины, там занимаются древнейшим ремеслом изготовления оливкового масла. Именно сюда, после Тайной Вечери, пришел Иисус, прежде оставив своих учеников в пещере, чтобы они не спали и молились. Иисус здесь был в одиночестве, произнес здесь знаменитую молитву о чаше. Я напомню вам, если только можешь, а воочи, чашу эту мимо пронеси. Это стихи Пастернака. Чаша эта очень распространена вообще в мировой культуре. И финальные строки Евгения Онегина у Пушкина тоже напоминают нам о чаше. Правда, чаша превращается в бокал. Я напомню, благ жен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна, бокала полного вина. Та же самая чаша. Традиция говорит, что в Гефсиманском саду до сих пор растут оливы, которые видели Иисуса. Возможно, не будем спорить с традицией. Вот одна из таких самых древних олив. Но я бы хотел обратить ваше внимание на самую молодую оливу в этом саду. Это оливу, которую 6 лет назад, 26 мая 2014 года, посадил римский папа Франциско. Она еще не похожа на дерево, это еще почти маленькая веточка. Но, тем не менее, через 40 лет олива достигнет своего роста и будет плодоносить, как и все остальные в этом саду. Мы у церкви Страстей Христовых в Гефсиманском саду. Церковь пока закрыта по понятным причинам. Это одна из самых замечательных церквей в Иерусалиме. Построена нынешняя церковь в 1924 году архитектором Антонио Барлуцци. Но на этом месте первая церковь была построена в 380 году. И когда мы сможем зайти внутрь, мы увидим фрагменты мозаики первой церкви. И фрагменты стен второй церкви, которую построили крестоносцы в середине 12 века. А главная святыня в церкви – это камень, на котором сидел Иисус, как утверждает христианская традиция, и произносил знаменитую молитву о чаши. Церковь построена точно напротив входа на храмовую гору через ворота Милосердия. Пока они замурованы. Замурованы они с 16 века. Но религиозная традиция утверждает, что когда придет Мессия, вход в эти ворота будет открыт. До встречи в Иерусалиме! С вами всегда экскурсовод Владимир Мак. Продолжение следует...